Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. В общем, посоветуйте, как себя вести. Мне 30 лет, почти 6 лет назад я уехал в другую страну в эмиграцию, 3 года из этих 6 лет. Я жила в эмиграционном центре, а потом 3 года назад ко мне приехала моя семья. Мне с ними плохо, у меня есть бабочка, отец и его жена, которая раньше была любовницей моего отца. Отца, когда моя мать была жива, мама умерла 12 лет назад, и они сошлись окончательно. Вот в первый год их эмиграции, они не работали, работала я, жила с ними, помогла им купить машину, оплачивала их счета. Это продолжалось больше года, потом меня уволили с этой работы, я работала где придется, а они начали работать. Вот здесь работает охранником, а она сиделкой. Сейчас я очень сильно заболел, у меня будет операция, у меня сильные боли, я занимаю деньги, чтобы оплатить свое съемное жилье. Отец помогает продуктами, и за это он заставляет меня сидеть и следить, пока они работают за их лабрадором, которого они купили за большие деньги. Мне тяжело с ним сидеть, у меня боли, я не могу наклоняться. Вчера он позвонил, мне отказалось сидеть с его собакой, скандал. Я сказал, что мы больше не родня. Вопрос, как мы с ним себя вести, с ними себя вести, я хочу прекратить общаться, мне очень плохо. Я думаю, что не ошибаюсь, если скажу, что много боли у вас, вот, и боли это не прожиты вами, судя по всему. Можно, конечно, как-то представить себе примерно, что представляет из себя ваша боль. Вот, можно себе представить это, но я, пожалуй, хочу спросить у вас, что именно вам плохо? Отчего конкретно вам плохо и отчего конкретно вам больно? Потому что, несмотря на то, что вы довольно подробно описываете свою ситуацию, несмотря на это. Но все же не совсем понятно, отчего вам больно. То ли от того, что отец ваш сошелся с любовницей, вы как-то вот не выразили ему, почему я имею ввиду отцу своих, ну, своих переживаний по этому поводу, вот. То ли здесь, условно говоря, какая-то другая история, вот. Так сказать, однозначно довольно сложно в вашей ситуации. Но, на мой взгляд, чтобы было понятнее, чтобы было понятнее, все-таки нужно этот момент обязательно преследовать и постараться увидеть. А что же все-таки вам плохо? Да, отчего вам плохо? Вот. Ну, если, если ваши отношения с, ну, с вашей семьей, да, были не очень хорошими, то как вышло так, что вы привезли их к себе, да, а как вышло так, что, а, значит, там, вы помогали им и так далее. То есть, это же все, вряд ли, случайно. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, я думаю, что, ну, вот, в первую очередь нужно на это, на это обратиться. Ваше внимание. Вот. Я не думаю, что психологи, да, могут дать вам совет, как себя вести, потому что мы этим не занимаемся, то есть, ну, вот, психологи не занимаются тем, что дают советы. Мы помогаем человеку, скорее, разобраться в себе, разобраться в своих, значит, чувствах. Вот. Но ни в коем случае не помогаем, не даем советы, потому что это было бы, значит, неправильно. Да? Вот. Это было бы неправильно, брать ответственность за вашу жизнь нам. Вот. Поэтому я думаю, что вам не совет нужен. Я думаю, что вам нужна вот помощь в том, чтобы, как следует, поисследовать себя, да, вот, и, ну, разобраться в том, как что вы хотите. И дальше уже, значит, значит, исследовать, ну, вот, те направления, которые вам будут интересны. Грубо говоря. Вот. 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 Примерно. Так, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии. Какого-то универсального способа решить, так скажем, вашу проблему, на мой взгляд, нет. Вот. То есть, если у вас есть травма, то травма на вас влияет. Травма влияет на вас довольно сильно, довольно серьезно и, соответственно, вряд ли вы сможете сейчас решить, как вам действует. Вот. Мне лично показалось, вот, исходя из вашего сообщения, что вы вовремя чего-то от своих родителей ждали. Вот. Мне показалось, что во время на что-то надеялись на своих родителей. Вот. И, в общем-то целом, ну, вот. Значит, ну, вытолкнулись с разочарами в этом смысле. И вам будет надо. Может быть, вы, как я и сказал, не простили своего папу за вот то, что он сошелся с любовницей своей, да? Вот. Может быть, так. Тут много, много здесь довольно вариантов и, соответственно, нужно не гадать, да? А стараться увидеть, что является вашей проблемой на самом деле. Вот. То есть очень важно увидеть это. Что бы я рекомендовал сделать сейчас, это, пожалуй, попробовать вербально выразить свои чувства. Вот. Говорить, что вам плохо, да? Попробуйте конкретизировать, что именно. То есть что плохо и чего вам хочется. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Всего самого доброго. В Ha assaulted мясного не одинаковые посев на 4-7-768-дию už hobart. Но вы не понимаете! Удачи!